Социальная накерованность республиканских и областных бюджетов заховается и в наступном годе, причем объемы финансования основных сфер повеличатся, что в свою очередь у мая на увазе при общении с ситуацией у экономицы. Почас с встречи с коллективом Добрского фарфорового завода вице-премьер Наталья Качанова не только окресливая агульную ситуацию в Беларуси, но и каже об наибольш актуальных пытаниях от шляхов повышения эффективности работы во всех сферах до занятости насельницам, тем больше, что эта тема зараз в среду державных приоритетов на протягу только этого года повинно быть створено 50 тысяч працовных мест, в первую очередь на новых предприемцах. При этом драматизовать ситуацию Наталья Качанова не схильная и агучевая ящение кольки львов. У той же Гомельской области на 6200 беспрацовных приходится 7300 вакансий. Не заявляется напруженная ситуация на рынку праце и в Добрском районе, что три часа конкретно фарфорового завода тут так само готовы принять на работу специалистов некоторых профилей. Добрский фарфоровый завод – одинное предприемство в своей сфере в Беларуси и самое великое на постсоветские просторы, что вот отсюда отгружают пожилцам коллег 26 миллионов фарфоровых вырубов. Для поравнания ближайший конкурент у России, поставляя на рынок аналогичной продукции, у двоя меньше. Плюсы у работе предприемства на Добрском фарфоровом заводе связывают пеш за все с проведенной модернизацией. Она протягивалась 7 годов и коштовала больше 10 миллионов евро, якие повинны окупиться на протягу 5-6 ближайших годов. В оселянке мрази после установки пешей же печи с поживания газа и электроэнергии здесь делается больше кутрая. Сверху инших плюсов – новые технологии и повышение конкурентноздольности продукции, больше высокая продуктивность працы и новые рынки. Основной покупатель наш – это Российская Федерация. В доле экспорта она занимает 95%. Объем экспорта на сегодняшний день 75% от выпуска нашей продукции. Сейчас осваиваем, уже свершили поставки в Молдавию, осваиваем рынок Германии, подписали с одним покупателем соглашение представления наших интересов на рынке Германии. Будем стараться ходить на европейские рынки. В ближайшее время должна открыться зана Украина. Ящедна задача поездки вице-премьера – прием работников Добрского фарварового завода по особистых питаниях. Причим, питания самые разные – от будовництва новых детячих садов и открытия гандровых кропок, депрессийной ориентации школьников. Наталья Качанова-Перекананна, сегодня необходимо заходить с экономической метазгодности и рихтовать тех специалистов, которые, правда, потребованы на рынке працы. Ящедно питание, особенно актуальное для Добрского района – реализация декрета номер 3. В связи с близкостью России шматыки и местовые жахары працуют в этой стране, в связи с чем понятие социального тримаства имеет до них самое непосредственное дочинение. После завершения приема вице-премьер, зауважая, все огученные питания были, правда, актуальны. И встреча хороша, я думаю, и для работников предприятий, организаций или тех населенных пунктов, куда мы приезжаем, потому что есть возможность задать тот или иной вопрос и получить ответ из первых уз, что называется, да, как сегодня решаются эти вопросы, не где-то прочитать в интернете, может быть, не всегда правдоподобную информацию, а услышать. Так и мы черпаем ту информацию от людей, которые говорят, рассказывают, и для себя делаем выводы, что сегодня наиболее актуально для того или иного региона нашей страны. Я вообще очень люблю эту форму общения с людьми.